привет всем привет рад видеть вас на канале деревенщина почти три недели не был на природе довольно соскучился по этой красоте по тишине сегодня у нас воскресенье выходной 19 ноября выехали часика на 3-4 задача очень ну как много задач несколько первое хочу взять корень шиповника собрать ни разу не пробовал хочу попробовать второе второе еще раз поискать ягоду можжевельника но если быть более точным шишка ягоды по моему их называют и 3 ни разу не пробовал хочу попробовать найти смолу смолу хвойных пород деревьев живица смола сера кому как нравится ну и конечно же конечно же посмотрим у нас начались опять морозы я думаю зима уже пришла окончательно и бесповоротно правда еще второй день только морозит поэтому у нас появилась еще одна задача надо проверить насколько схватился лед вряд ли конечно можно еще выйти как мы это сделали по моему как раз три недели назад первый раз в этом году но проверим вот вижу какой-то зверь уже ходил скорее всего собачка так аккуратненько подходим лишь бы не провалиться не провалиться провалиться потому что здесь на этой запруде вот прямо от деревьев если на метр передвинуться глубина уже два метра слабый лед очень слабый три недели назад он был почти четыре сантиметра ну правда половина из них было это было шуга который тоже немного под застыл выходить уже можно было на этот лед но здесь сколько полторашка на этот лед рановато выходить за неделю я думаю довольно хорошо лет уже встанет возможно даже не хватит уже по береговой линии на реке следующие выходные я думаю у нас уже будет полноценный выезд на зимний рыба сейчас переедем следующее поле там уже посмотрим шиповник ягода можжевельника на и серу видимо после первых морозов здесь поездили трактора техника сельхоз техника дорогу подпортили еду немного вот с краю поля в принципе никакого вреда мы не приносим что я думаю ничего страшного вот там вдалеке на горизонте виднеется лес куда мы с вами и направляемся летом дорога до данной локации занимает не больше пяти минут по полям сегодня же этот же маршрут я преодолел больше чем за 20 выше 2 это на холостых проехать по испорченным дорогам не получилось такой вот лес в основном сосны поищем пока сосновую живицу смолу ищем ребят для того хочу попробовать получится ли набрать во-первых в количестве ну хотя бы несколько килограмм и выставить на продажу посмотрел на разных на разных источниках продается цена разная ну средний чел такой 600 рублей плюс-минус есть конечно дешевле есть дороже средняя цена именно 600 прямо сходу прямо сходу ничего не вижу но я предполагал что это не настолько легкая дельце не так легко найти и набрать ее ой здесь что-то прямо них посохли очень много сухих деревьев поломаны валежничек уже ветровал можно собирать так здесь не видим не вижу сейчас зайдем углубимся туда ту сторону леса попробуем там поискать полчасика уже наверно хожу брожу по лесу не могу найти живицу не попадается сера кстати моем советском детстве жеватель на резинки особо особенно в деревенских магазинах было не найти и как раз данной сферу мы использовали в качестве жвачки там набирали у деревни в лесополосе а сегодня что-то она мне не попадать ну и гудрон гудрон я помню еще жевать объешь его полный рот но сера была вкуснее еще по ходе минут 15 может что-то найдем чем дальше в лес тем больше дров как говорится и тяжелее ходить у не попадается но сегодня мы если даже не найдем данную идею все равно надо воплотить жизнь попробовать по крайней мере ведро вот что значит быть металлоломщик даже без металлоискатель тебе попадается металл кстати пожалел что не взял сегодня с собой металлоискатель как раз проезжал одно поле которые вот сколько лет уже хочу заехать но не получается после уборочной сразу идет ее обрабатывают пашет из засели засеивают а зимыми а в этом году вот после уборочной и и не обработали не засеяли но если получится на следующих выходных и дерочку заберем доехали еще до одного леса здесь у нас в основном преобладают ели поищем сейчас его выживицу кстати вредитель какой-то появился в наших лесах вот именно ели на елих он прям погибает у нас довольно много этих деревьев нашей республики вот они повысыхали жалко и насколько я читал как с этим убедителем не очень справляется наши наши руководители вот на елях довольно много молодой живицы какая она хрупенькая ну я понимаю что молодой вот тут вообще еще прям прям недавно видимо вышла да вот она еще пластичная можно заморочиться выбрать день и пособирать ее я думаю таким вот образом да довольно легко будет ее только сколько и получится набрать конечно не кусками как хотелось бы но она есть вот одно дерево получается второе рядом молоденькая вот там вот тоже молоденькая вижу тоже вся вот она мелких капельках серы живицы да подумаем подумаем над этим по изучая вопрос возможно попробуем сосны тоже здесь есть но я не вижу ну вот я помню в детстве прям кусками они такими были на соснах собирали вы их ель не видно вот молоденькая смотрите прямо вся вся в серии тоже вот она вот еще молоденькая по моему недавно но уже это подмерзла так давайте-ка я сейчас немножечко ее пособираю найду какую-нибудь посудку стаканчик и и немножечко соберем так на высоте до полуметра я думаю собирать не очень гигиенично хотя весь смак именно там ну грамм 150 миллилитров то есть сколько грамм взвешиваю дома и по объему и по весу сейчас видите внизу экрана полчаса ушло долго но для первого раза учитывая что я не изучал тему как собирать где собирать чем собирать пойдет все поедем у меня еще на проверке две позиции а времени осталось уже всего час кстати по запаху ну пока запаха не чувствую ребята трасса осталось уже меньше километра наверно за всю дорогу не увидел ни одного куста шиповника ни одного можжевельника ближе чем за километр до трассы собирать не буду ни для себя ни на продажу это точно ну ладно хоть одну позицию мы сегодня успели с проверить посмотрим что из этого получится в будущем коротенько чтоб не потеряли видосик немножечко сняли сегодня поэтому следующий выходной уже однозначно выйдем на полноценный на полноценное открытие рыбалки зимние рыбалки на на сегодня все как всегда всем удачи здоровья увидимся на канале деревенщина всем пока